МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире персональный акцент. Уходящая неделя оказалась весьма насыщенной на события. Глава государства отбыл в северную столицу России, в Санкт-Петербург, для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Кстати, в этом году форум поставил рекорд. В нем приняли участие представители более 40 стран. Президент Молдовы стремится привлечь внимание потенциальных инвесторов к возможностям нашей страны и во благо страны. Одновременно с этим в молдавской же столице накаляются страсти вокруг второго тура выборов кишиневского мэра, в ходе которых один из кандидатов активно использует медиа-ресурсы соседней страны. Более того, наши коллеги из Румынии позволили себе прямое вмешательство в исключительно внутреннее дело нашей республики. Будем разбираться. Поможет нам в этом политолог Эрнест Варданян. Здравствуйте! Добрый вечер! Ну, начнем с первой части, с первой темы нашей с вами встречи. Петербургский форум – это не только экономика, но и площадка высокой политики. Это как раз доказывает и то, что проходит сегодня на площадке Петербургского форума. Прошли встречи президента Российской Федерации с главой МВФ, с президентом Франции, с руководством Китайской Народной Республики. Проходят и целый ряд заседаний с участием представителей международного инвестиционного класса, или, будем говорить, большого круга инвесторов. Хотелось бы отметить то, что на полях Петербургского международного экономического форума наш президент выступил на встрече с целым рядом бизнесменов, губернаторов, с руководством общественных организаций, где предложил откликнуться на призыв инвестировать в экономику Республики Молдова. В условиях санкционного давления Россия сегодня представляет страну с растущей экономикой. И вот в этой ситуации первый вопрос. Что мы наблюдаем? Мы наблюдаем какое-то переформатирование международной экономики или политики. Ведь, опять же, Россия, смотрите, буквально два важных визита подряд произошло. В Сочи прилетела Меркель, в Санкт-Петербург прибыл президент Франции. И мы становимся свидетелем реальных каких-то изменений в геополитике. Или это, как вот уже тоже говорят оппоненты россиян, это всего лишь такая модернизация либерального мира со всеми его законами, экономикой и политикой? Мы пока не можем говорить о глубокой трансформации международного порядка. Во всяком случае, вот той конъюнктурной части, которая сложилась на протяжении последних трех-четырех лет. Но мы, безусловно, можем говорить о трансформации внутреннего состояния экономики, социальных отношений, политики многих западных стран. Это и победа консервативных сил в США в лице Дональда Трампа. Это и победа сторонников выхода Великобритании из Европейского Союза. Это резкое усиление консервативных и правых настроений в Германии, в Италии, во Франции, в странах Центральной Европы. То есть идут серьезные внутренние процессы, которые пока не влияют принципиально на международные отношения. Но ряд последних событий дает основания говорить о том, что такие ожидания могут сбыться когда-либо в будущем. И довольно-таки в близком будущем. Решение Трампа о выходе из ядерной сделки по Ирану в Венском Соглашении 2015 года внесло резкий дисбаланс в отношении между обоими берегами Атлантики. То есть мы сейчас не говорим об отношениях России с Западом, а об отношениях внутри западного сообщества. Несмотря на резкие протесты ключевых стран европейского крупного бизнеса, американцы не только вышли из этого соглашения, которое предвещало крупные инвестиции в иранскую экономику, помимо прочего, но и привозили санкциями против уже самих европейских компаний, которые посмеют в кавычках или уже посмели вложиться в экономику Ирана либо имели такие намерения в ближайшем будущем. То есть немцы и французы крайне недовольны решением США, но сделать они пока особо ничего не могут, потому что слишком крупно, слишком тесно связаны с американцами во всех отношениях, всеми нитями возможными. Поэтому приезд Ангелы Меркель в Сочи и Эммануэля Макрона в Санкт-Петербург это, конечно, позитивная динамика для России. Это пока не принципиальное изменение отношений с Западом, потому что и французы, и немцы сказали, что ситуация вокруг Украины для них все еще приоритет и они требуют от России выполнения минских соглашений. То есть в этом плане позиции не изменились, но упрямство американцев в иранском вопросе объективно сближает Россию с Европой и тем более с Китаем, по той причине, что Россия может в совокупности с этими странами что-то американцам противостоять, в чем-то противостоять и как-то помешать санкционным планам в отношении европейских инвесторов. То есть все эти не сдвиги, но небольшие трансформации в совокупности могут что-то принести и Молдове, и коли мы переносим все эти события на нашу почву, они могут принести изменения в том плане, что Россия, во-первых, на данном этапе не может читаться изгоем, потому что все-таки к Юмению снова будут прислушиваться, Россия нужна как противовес. Ну и такие страны, как Германия и в особенности Франция, вновь подтверждают свою роль особого моста в отношениях между Россией и США. Франция всегда этим очень грамотно пользовалась, еще с советских времен, при генерале Деголе. Сейчас это пытается сделать Макрон, рассчитывая на особую роль Франции в модернизированном Евросоюзе. Он пытается модернизировать все общество, даже невзирая на определенную апатию и инерцию в Германии. То есть ведут интересные процессы, в которых и Российская Федерация может воспользоваться с выгодой для себя, и для Европы, кстати говоря, и Республика Молдова могла бы тоже попробовать себя. В этой ситуации как раз возрастает роль малых стран, что самое удивительное. Казалось бы, да, битва геополитических гигантов, прячьтесь кто куда может, оказывается нет, затопчут, оказывается нет. Можно при грамотной взвешенной политике очень даже красиво выстроить отношения и с Западом, и с Россией. Эти вещи допустимы в том случае, если страна, конечно, представляет собой внутренний монолит. К сожалению, в Молдове мы этого не наблюдаем. У нас президентская администрация предлагает более сбалансированную политику, парламентская коалиция и правительство предлагают более прозападную политику. Пока мы не можем добиться внутреннего баланса, чтобы претендовать на какую-то заметную роль во внешней политике. Но если грамотно к вопросу подойти, можно хотя бы стать переговорной площадкой. Есть примеры, довольно интересные, поэтому я думаю, что Молдове в этом направлении стоит работать. Вот если ненадолго задержаться в политической стратосфере, поговорить еще о таких больше геополитических вещах. Ведь смотрите, вот этот ряд санкций, которые применяются в Соединенных Штатах Америки, к России, к Ирану, они напрямую затрагивают и бизнес-интересы европейских политиков. Я не знаю, в каких там проектах в Иране увязли французы и немцы, но ведь понятно, что, например, санкции в отношении Российской Федерации напрямую нацелены на то, чтобы остановить развитие проекта «Северный поток-2». Одновременно мы еще наблюдаем, что вот и болгарский премьер-министр вдруг заговорил о том, что потеряли возможности, давайте снова попытаемся реанимировать болгарский поток наряду вместе с турецким. И в этой ситуации ведь что настораживает? Вроде как, да, есть определенные правила политической и экономической игры, но когда игроки те или иные садятся за общий стол, пытаются разделить зоны влияния, может быть, бизнес-проекты, разделить между собой, кто будет заниматься стартапами, кто будет дорабатывать начатое. Получается, что один из ключевых игроков, он играет со собственной колодой каких-то окропленных карт, и вот он раз отозвал те карты, или сказал, а вот я сейчас, да, я обещал вам, но вот я уже передумал. Ведь самый свежий пример. Должна была пройти встреча с лидером Северной Кореи. Взрывали полигоны, уничтожили ракеты, все он сделал, что пообещал Трампу, а вот он сказал, а я передумал, извините, у меня тут встреча другая. То, что он хотел, он получил. То есть вот это настораживает, насколько здесь вот законы рынка и законы политики, мне кажется, отходят на второй план, ну, те законы в общепринятом, будем говорить, виде, и становится какой-то личностный момент вот лидера, либо, может быть, группы лидеров той или иной страны, которые вот решили пересмотреть сразу по-своему. Вот насколько это влияние может оказаться и дальше, и насколько можно рассчитывать на какую-то контрактноспособность или договороспособность Запада в отношениях, например, с другим геополитическим игроком, таким, как Россия. Я не зря вначале упомянул о том, что в США к власти пришла консервативная элита в лице Дональда Трампа. Я не буду углубляться в детали, потому что там, на самом деле, их очень много. Много этажей американских, много течений, много разных мнений. Есть субъективные факторы, есть объективные факторы. Если очень обобщенно, то личные желания Трампа в значительной степени соответствуют желаниям части рабочего класса, который в Америке еще не уничтожен, части производственной крупной элиты и так далее. Процесс деглобализации, который мы наблюдаем сейчас, и в той форме, в которой проповедует Трамп, а именно срочно взять все компании, вернуть в США, то есть хватит вывозить производство в Китай, в Малайзию, в Мексику, куда угодно, в течение первого года президентства Трампа ряд крупных, очень крупных компаний вернули миллиардные производства в США. Это очень значительное событие. Это не просто жесты выполнения выборных обещаний. Кстати говоря, Трамп значительно отличается от своих предшественников в том, что он говорит и делает, нравится это кому-то или нет. В глобальном плане этот процесс, который мало кому может понравиться. Ну, допустим, таким странам, как Мексика или Китай, где были производства, может быть очень неприятно, что от них забирают производство, возвращают в США. Это потеря капиталов, технологий и рабочих мест. Но есть гораздо более глобальные вещи. То, что мы видим сейчас в политике Трампа в отношении Ирана или России, это самый обычный капиталистический эгоизм. Это не плохо и не хорошо, это факт. То есть, если мы помним в апреле принятие решения о санкциях против конкретной компании русской алюминии и Олега Дерипаски, здесь нет никакого отношения к Украине, к Сирии. Это был формальный повод, который на самом деле имел совершенно прагматичную цель выкинуть русских конкурентов с американского рынка. Русский алюминий занимал около 20% американского алюминиевого рынка. Это огромные деньги. И просто взяли и выкинули. Вот тот самый эгоизм капиталистический, который проповедует Трамп. То же самое в отношении Ирана. Ведь цель какая на самом деле? Цель первая, наверное, самая большая, хотя американцы ее пока скрывают, это смена власти. Американцам надоела власть Айатол, то есть теократический режим, который был создан в 1979 году. Кстати, американцы говорят, что в идеале было бы к 40-летию исламской революции ее отменить. Но может быть у них получится, не знаю. Это первая такая надстройка. А реальная подспудная цель какая американца? Просто-напросто выкинуть всех конкурентов с огромного иранского рынка и внедриться самим туда. Кто завяз сейчас с контрактами, которые зависли между небом и землей из-за американских санкций? Это французская Total, нефтяной рынок Ирана. Это немецкая Siemens, иранское машиностроение. Потенциальный иранский рынок это сотни и сотни миллиардов долларов. Вы думаете, что капиталисты Трампа захотят уступить этот кусок? Никому они его не уступят. Они будут всеми правдами и неправдами, вопреки чему-то или благодаря чему-то, они будут врываться в иранский рынок и подомнут его под себя. А потом уже смену власти организуют, не организуют, это уже так. Надстройка, выражаясь марксистским языком. То есть вот этот подход национального экономического эгоизма, он будет возобладать и далее. Ведь почему Германия сейчас протестует против того, что отменяют сделки? Им же не иранцев жалко. Ну подумаешь, Ай Атол сменит какие-то другие. Им жалко свой бизнес, который и так огромные деньги потерял. Ведь санкции, которые вводил Евросоюз против России в 2014 году, они же принимали их, наступая на горло самим себе. Когда сбили малайзийский бой в 2014 году, в июле, кстати, прямо на 60-е день рождения Ангела Меркель, такой подарок ей к юбилею, она же сказала крупному бизнесу, я во всех задушу, заставлю ввести санкции против России. Они потеряли огромные деньги, немцы. И уже не говоря об всех остальных, об Италии, Франции, Греции и так далее. Уже говорить о том, что политика является продолжением экономики, это уже такой атовизм. Уже, да, уже можно говорить о том, что политика является как раз, наоборот, первопричиной экономики. То есть политика диктует правила. Если политика Трампа диктует, что везде должны быть соблюдены американские интересы, причем самым жестким способом, на экономику не то, что можно наплевать, ни в коем случае, но ее можно заставить играть по правилам политики, вопреки общепринятым правилам экономики. Возможно, как раз в этом заключается тенденция по отказу от либерализма и глобализации в том виде, в котором мы привыкли последние лет 20. Я за последние дни прочитал очень много разных интересных научных публикаций, где говорится о том, что европейский средний класс разочарован в либералах и в глобалистах, что левые силы в Европе падают, потому что их главная опора, рабочий класс, не видит поддержки со стороны левых сил. И вот те самые консервативные тенденции, о которых я говорил в начале передачи, в Центральной Европе, в Германии, в Италии, они же произошли не потому, что по телевизору об этом сказали, они происходят изнутри страны, они идут снизу, настроения людей меняются, люди хотят чего-то конкретного, люди хотят социальной гарантии, люди устали от мигрантов в Центральной Европе. Все это подстегивает влияние, вернее, поднимает популярность ультраправых сил, правых популистов, как их принято называть, хотя они по сути не популисты, они просто четко отвечают на влияние на социальные запросы. Либо левые популисты. То есть у нас идет слом традиционного деления западного мира на консерваторов и либералов, их можно по-разному называть, но суть одна и та же. У нас получается поправение либералов в сторону социального консерватизма, и еще больше поправение традиционных консерваторов, и где-то там на правом фланге появляется третья альтернативная сила, в Германии она так и называется альтернативой для Германии, там ультраправые, неонацисты, они даже не скрывают этого, они считают, что уже хватит Германии извиняться за Вторую мировую войну, что нынешнее поколение, уже в третье-четвертое поколение после войны не имеет никакого отношения к событиям середины XX века. То есть интереснейшие трансформации, где-то они могут показаться опасными, где-то странными, но это жизнь, мы имеем то, что имеем. Это, между прочим, последствия слома биполярного мира, распада Советского Союза и левого блока. В отношении европейских левых я могу только позволить себе такое замечание, что, видимо, увлечение толерантности и гуманизмом сыграло с ними злую шутку. Абсолютно верно. Именно левые европейские силы были сгублены своей толерантностью, потому что у нас с постсоветским пространством полная противоположность. На постсоветском пространстве левые силы, в том числе в Республике Молдови, выступают за социальный консерватизм, за традиционные ценности и так далее. В Европе все наоборот. Там правые силы, консерваторы в Германии, христианские демократы и так далее. Я, конечно, упрощаю, но у нас нет времени все это объяснять, к сожалению. Но в целом картина вот такая. Не может ли показаться то, что сейчас Америка, применяя свой санкционный режим, задевая интересы большого европейского капитала, ослабляя тем самым Европу, в данном случае сбивает темпы развития Европейского Союза, стран Европейского Союза. И это, в свою очередь, может повлечь за собой принцип домино, когда будет сворачивание, если не экономики, то хотя бы тех каких-то социальных проектов, политического характера, социального характера. И тогда это, в общем-то, наверное, изменит и отношение к Европейскому Союзу около европейских стран. — Естественно. Всегда говорилось, даже на уровне экспертов, и на Западе никогда не скрывалось, что Европейский Союз и США — это, конечно, крупнейшие, важнейшие партнеры. Это хребет вообще всей мировой политики, по сути, после 90-х годов. Но никто не отменил их соперничество. У них между собой огромный торговый оборот. Где-то по полтриллиона долларов с каждой стороны. Они завязаны всеми возможными нитями, которые только можно себе представить. Но никто не отменял конкуренции. И вот когда пришел Трамп, он сказал, что Америка превыше всего. И это не лозунг, это отражение объективного запроса общества и бизнеса. Так вот, американцы вполне были счастливы и сейчас будут счастливы, когда Великобритания не просто проголосовала на референдуме за выход из Евросоюза, но и выйдет из него, будьте любезны, в марте 2019 года. Этот процесс уже необратимый. Я не знаю, что должно случиться, чтобы британцы передумали. Американцы были этим очень рады, потому что Британия, хотя и считается проамериканским, то есть объективно выход Великобритании усиливает континентальную Европу и интеграционные настроения и тенденции, но выход сам по себе впервые за 60 лет существования – это удар по репутации. И возникновение таких настроений консервативных в Великобритании – это сигнал консервативным силам на континенте. Скандальные отношения сейчас между Польшей и Евросоюзом, между Венгрией и Евросоюзом, потому что в этих двух странах идут тенденции установления контроля над судебной системой, над СМИ, то, что для либеральной Европы немыслимо. Но объективное существование таких режимов – это, конечно, не удар, что называется, под их, но это неприятность. Вот, допустим, венгры, Орбан, говорят, мы не хотим выходить из Евросоюза, но будьте добры, не диктуйте нам там, где мы считаем себя достаточно адекватными, чтобы сами все сделать, не вмешивайтесь в наши внутренние дела. То же самое говорят поляки. То есть консерватизм – это что-то очень-очень глубокое, очень серьезное. Это линия обороны, получается, собственных интересов национальных. И так получается, что Германия сейчас в очень сложной ситуации, потому что германская экономика растет уже 8 лет. Приток мигрантов, как это ни парадоксально, нацелен на усиление экономики Германии, потому что все мы знаем, что германская нация стареет. Через 20 лет количество пенсионеров будет примерно 30% населения. Это очень большое бремя на экономику. Поэтому, ну, как мне, по крайней мере, сказали мои европейские коллеги, Меркель специально приглашает мигрантов для того, чтобы омолодить нацию. Все-таки в основном приезжают кто? Молодые мужчины. Хотя им полагается вообще сидеть на своей родине, защищать ее от террористов. Ну, закроем на это глаза. Приезжают молодые мужчины, приезжает активное население, которое, в принципе, должно интегрироваться в страну. Насколько оно готово. Это и влиться новую кровь в экономику страны. Получится это у Меркель или нет, я не знаю. Но даже в благополучной Баварии на выборах в сентябре альтернативы для Германии получило 13% голосов. Это очень много. Я не говорю уже о восточных землях, новых, да, гадыровских землях, где тут 20%. Это очень тревожный сигнал. Немецкое общество пока подспудно, пока не очень громко, но заявляет протест против массового притока мигрантов и каких-то еще определенных либеральных требований со стороны Брюсселя и так далее. Это что, страх перед иноземцами, страх перед чужими для себя людьми? Или же это, будем говорить, все-таки буксующий проект Меркель, который не реализуется в той мере? Потому что ведь, если следить за репортажами наших коллег, в среде них много такой информации, когда эмигранты из стран Северной Африки не спешат интегрироваться в, допустим, немецкое общество, стать полноценным членом этого общества, приносить какую-то пользу, работать, учиться, работать. Ведь даже уже у самих немцев есть такое выражение «Берлинстан», когда в центре Берлина целые арабские кварталы. Да, этот процесс будет длиться очень долго, интеграция мигрантов, я имею в виду. Он будет болезненным, я не знаю, сколько должно. Минимум, наверное, два поколения должно пройти, чтобы вот эти полтора миллиона мигрантов, которые прибыли в Германию за три года, чтобы они абсорбировались и стали участием немецкого общества. От них никто не требует отказа от ислама или от родного языка культуры, от них требуется соблюдение законов и экономической интеграции в общество, чтобы они платили налоги, создавали благо и так далее, чтобы они не висели камнем на шее бюджета Германии. Это сложный процесс, недолгий, но, возможно, у Меркель получится. Я хотел сказать немножко другое, что проблема Германии заключается также в том, что у нее есть определенный такой естественный, скажем так, ареал национальных интересов. Это Центральная Европа, это Польша, Австрия, Чехия и так далее, где всегда традиционно был силен немецкий капитал. Но вот сегодня как раз из-за иммиграционного кризиса и из-за недовольства либеральной европейской бюрократии как раз на этом-то пространстве у Германии проблемы. Та же Австрия, можно сказать, лучший друг и брат Германии, показывает фрондерство. В Австрии в правительство вошел уже открытый ультраправый потомок нацистов, Штрах, он уже составил правительство. И сам Себастьян Курц, премьер-министр, тоже непаяненько с точки зрения восприятия мигрантов. Австрия впервые за многие годы бросила открытый вызов Германии. Будучи ключевой страной на пути мигрантов из Ближнего Востока через Балканы в Германию, Австрия сказала, хватит, мы будем сами определять, что кого, сколько пускать. То же самое происходит в Венгрии, которая вообще выставила стену на границе с Хорватией и Сербией. То же самое касается, ну в меньшей степени, но все-таки касается Чехии, Польши и Словакии. То есть Вишеградская четверка, плюс Австрия, плюс еще с недавнего времени Италия, где победили правые популисты, они все, будучи, опять же, в кавычках, естественным жизненным пространством Германии, вдруг сказали, что нам это не нравится. И тут Макрон заявляет о том, что он хочет модернизировать Европейский Союз, сделать его мобильнее, менее бюрократизирование и так далее. Германия пока сопротивляется. Это заявка на лидерство, видимо. Безусловно, безусловно. И плюс, у Меркель не сложились отношения с Трампом. Не знаю, у них, наверное, нет химии. На Западе принято, говорит, кемистрии между политиками. У них кемистрии нет, у Меркель с Трампом. А у Макрона есть. Да, мы видели объятия, которые... Да, цветочки, посадили дерево в саду Белого дома, которое почему-то потом исчезло. Ну, смотрите, зато как приятно, как бы тепло встречал Путин, Меркель, и белые розы, цветы. И за что, в общем-то, подвергся критике прозападных журналистов о том, как же так взял, оскорбил Меркель цветами. Да, то есть вот эти вещи как раз абсолютно непонятные. То есть даже будучи человеком, скажем так, прогрессивным мыслящим, я тоже не могу понять, что оскорбительное во вручении цветов женщине. Но он уже, в конце концов, не облабызал ее при всех. Он не позволял себе понебратство. Ну да, женщина, он вручил ей цветы. И встреча обещала быть непростой, но конструктивной. И это был аванс со стороны Путина. Думаю, что не нужно искать, знаете, как в том старом анекдоте, иногда банан — это просто банан. Поэтому не нужно ничего искать между строк. Да. Ну, вернемся к нашим реалиям, к нашей действительности. Вот опять же вернемся и к Санкт-Петербургскому международному экономическому форуму. Там, на площадках этого форума, президент Молдовы Игорь Николаевич Додон провел ряд встреч. Я говорил об этом с председателем Государственной Думы и Федерального собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным. Это уже далеко не первая встреча двух политиков. Прошла встреча и с лидером общественной организации «Деловая Россия» Игорем Чайкой. Также были встречи и с губернаторами Курска, Омска, с бизнесменами. Говорилось о том, что россияне готовы рассмотреть предложения молдавского президента об инвестициях в нашу экономику. Более того, даже многие отвечали взаимностью на предложение побывать на форуме, который будет проходить в Молдове 20-22 сентября. Молдавско-российский экономический форум. И вот хотелось бы понять, насколько все-таки все это обретет какое-то продолжение. Ведь мы видим, как сегодня, какой обструкции подвергается все то, что пытается внести в молдавскую политику, в нашу жизнь, все то конструктивное, что имплантирует буквально нашу реальность президент страны Игорь Дадон. От парламентского большинства, премьер-министров, начинает или позволяет себе высказываться в адрес президента. Президент побывал там как физическое лицо, он не представляет страну, говорил Филипп. Канду тоже говорит о том, что все это нужно еще пересмотреть, проанализировать и понять, насколько это республике нужно. Хотя, мне кажется, инвестиции, которые будут направлены на реальный сектор экономики, для возрождения рабочих мест, для возрождения производства, то, что дает действительно и большую налоговую базу для поддержания государственного бюджета, мне кажется, пересматривать или как бы подвергать какому-то анализу бессмысленно людям, которые на протяжении уже, наверное, не одного десятилетия довели эту страну до ручки. — Знаете, у меня иногда такое ощущение, что когда выступают представители правящей коалиции, они либо просто реально не владеют информацией, либо все прекрасно понимают, но вынуждены держать, что называется, свою маску строго проевропейских людей, для которых мир черно-белый. Я с удовольствием их разочарую рядом фактов, простых фактов. Во-первых, насколько мне известно, из очень достоверных источников, европейцы ни в коем случае не возражают против того, чтобы Молдова получила статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Вот не возражают и все. Единственное, что их беспокоило, это будет ли Молдова когда-либо в будущем, если поменяется власть на парламентских выборах, отменять соглашение об ассоциации. На что был получен четкий ответ, таких планов нет, и вряд ли это будет, и вряд ли это вообще нужно. По-моему, Дадон уже об этом много раз говорил публично, и к чему возвращаться непонятно. То есть европейцы не возражают против статуса наблюдателя. Это первое. Второе. Есть пример Армении, которая, будучи членом Евразийского союза, подписала политическое соглашение с Европейским союзом. То есть пример, как зеркальная ситуация с Молдовой. Никто не возражал Евразийскому союзу. Путин не звонил в Ереван с гневом, требуя отказаться. Не было такого и не может быть. Сейчас после смены власти в Армении такого тоже не наблюдается. Никол Пашинян спокойно поехал в Сочи на саммит Евразес, засвидетельствовал свое почтение, так сказать, лидерам этих стран. И позвучал заявление, что не планируется пересматривать. Да, и заявил, что все сохраняется так, как было. Никто, как говорится, не умер ни с одной, ни с другой стороны. И самое главное, третье, что я хочу сказать. Европейцы уже даже не скрывают, что трагический пример Украины, когда ей было строго сказано или-или, уже всем давно понятен, что он неприемлем. И он неприемлем будет в дальнейшем по отношению к другим странам. То есть, вот Украине сказали, выбирай. И что получилось дальше, мы все знаем. Европейцы, я вас уверяю, что очень сильно об этом жалеют. Были разговоры, были заявления. Примерно с 2015 года даже те европейские политики, которые грозили Украине пальцем, сказали, ну, пожалуй, стоило все-таки альтернативу сохранить. Да, неужели? Слава богу, Молдова этого сценария избежала, во всяком случае, пока избегает. И Армения тоже. Есть два четких, ясных примера того, что можно совмещать, есть такое понятие интеграции и интеграции. Можно совмещать. Статус наблюдателя не противоречит статусу ассоциированного членства. Никак не мешает. Просто найдите точки соприкосновения, найдите там, где можно спокойно согласовать. Но это же можно сделать. Возьмите юристов-экономистов, да, они уже, в принципе, работают, уже они сказали, что можно. Вот и все. К чему эта риторика? Только ради выборов? Ну, сколько же можно уже? Ведь это и уникальность, во всем этом есть некоторая экономическая уникальность в том, что Молдова может представлять из себя целый, будем говорить, так сказать, мост между двумя такими большими конгломератами экономического характера. С одной стороны Евросоюз, с другой стороны Евразийское экономическое сообщество. И вот все наслышанные, допустим, китайский шелковый путь, да. Ну, вот Беларусь нашла себя в этом. Огромный хаб на границе с Польшей. Порядка нескольких тысяч там рабочих мест. Идет полным ходом, идут железнодорожные поставки. Оттуда товары идут в Европу. В всяком случае, экономика живет, происходит какое-то движение товаров. И это все благоприятствует и китайцам, и россиянам, и белорусам. Ну, и в конечном итоге, тем же европейцам. Даже между Молдовой и Украиной есть соглашение. Вот буквально прочитал на днях, что между Молдовой и Украиной подписано соглашение об упрощении разрешительных документов на провоз молдавских товаров через украинскую территорию. Вот и решение вопроса. Теперь все ускоряется, упрощается. И даже Украина не возражает. При том, что мы знаем прекрасно, какие у него отношения с Россией. Практически на нуле. Но вот, пожалуйста, ведь можно работать, когда есть желание. И получается работать. Ну, и сейчас бы хотел бы с вами вместе перейти ко второй части нашей беседы. А именно к тому, что происходит сегодня в последние дни в молдавской столице. Мы со второго раза, со второго тура попытаемся снова 3-го июня проголосовать за того или иного кандидата. На должность столичного градоначальника. Но вот, что наблюдаем уже во втором туре. В лучших традициях Дарина Киртака, либерального мэра. И, так сказать, истории с горшком в Кишиневской земле в Румынии. В самый разгар избирательной кампании во втором туре один из кандидатов, а имени Андрей Анастаси, отправляется в Бухарест. И там на румынском телевидении просят румынские средства массовой информации. И румын помочь ему. Вот насколько это все вяжется с тем, как должны проходить выборы. На основе избирательного законодательства. Насколько это все справедливо даже по отношению к самим кишиневцам? Я не понимаю Андрея Анастаси. Честно, я не понимаю, зачем он это делает. Я к нему отношусь нормально, как к человеку. Он человек грамотный, адвокат в конце концов. Он должен понимать, что делает. Зачем он поехал в Бухарест? Чтобы там получить поддержку. Ну окей, по-моему, в Кишиневе достаточно прорумынских сил. И в СМИ их полно. И в политике, и в посольстве у нас в конце концов. Хотите с американцами дружить в Кишиневе. Зачем я хочу в Бухарест? То есть Андрей Анастаси проигрывает риторически в том плане, что он идет по тому же пути, по которому пошел Киртуака. А чем закончил Киртуака свою блестящую в кавычках карьеру на посту примара, мы все знаем. Зачем это нужно Андрею, я не понимаю. Идем дальше. Андрей может проиграть юридически, потому что он сфотографировался с политиками иностранными. Там, по-моему, сенаторы, депутаты. И против него, теоретически говорю, абсолютно теоретически, может быть задействован закон, который запрещает электоральным конкурентам использовать некие материалы, фото, видео с иностранными политиками. Закон, который уже применялся. Совершенно верно. Закон, который был применен против Додона, по сути, потому что он сфотографировался с Путином в 2015 году. И в спешке после этого приняли закон. И все, конечно, ему аплодировали. Браво, так и надо. Вот этот закон теперь будет действовать против тех, кто ему аплодировал. Если в этой стране хоть немного действуют законы, они должны сработать. Посмотрим, чем это закончится. То есть, теоретически, Андрей Анастасий рискует снятием с выборов. Зачем ему это нужно, я не знаю. Что касается, собственно, поездки в Румынию, то здесь еще проигрыш, наверное, я бы сказал так, гражданский проигрыш. Потому что, вот представьте себе ситуацию. Кандидат на пост мэра, примара Бухареста поехал, ну куда, не знаю, в Будапешт или что. Или сказал, пусть меня поддержат венгры, проживающие в Бухаресте. Пусть они проголосуют. Позвонят венграм, проживающим в Румынии. Или скажет, кандидат на мэра Бухареста скажет, я хочу быть, не знаю, там, проамериканским мэром. Да его же выкинут в речку Дымбовица, и там же он останется. Потому что ни в одной нормальной стране, уважающей себя, ни в одной нормальной столице, не потерпит человека, который скажет, я хочу быть про того или про того. Ты должен быть дорогой, промолдавский, прокишиневский. Ты можешь быть румыном по гражданству, ты можешь быть по убеждениям сторонником Румынии, но ты не можешь идти на выборы примара муниципа Кишинел с лозунгом прорумынскости. Ты должен быть промолдавский, прокишиневский. Иначе ты не хозяйственник, не примар, ты просто политик. Это, конечно, не преступление. Хотя еще как посмотреть. Но это большой электоральный проигрыш. Кишиневским однозначное преступление, потому что мы знаем десятилетия политика. У нас уже был такой прорумынский примар, который оказался, по сути, антикишиневским. Все, что можно было разрушить, он разрушил. Все, что могло деградировать в этом городе, благополучно деградировало. Зачем Андрей идет по этому пути, я не понимаю. Может быть, ему кто-то подсказал. Может быть. Но это очень рисковый путь. Пусть работает с местным электоратом. По крайней мере, никто не будет возражать, если он будет говорить то же самое в Кишиневе и с кишиневскими политиками. Но никак не с румынскими. Это немножко не то, что от него ждут. Но ведь что обратило внимание, мы внимательно смотрели эту программу. И я вот хочу предложить нашему режиссеру, чтобы он подготовил для просмотра зрителями один отрывок из той программы, в которой участвовал Андрей Анастаси. Ведущий этого румынского телеканала назвал кандидата в генеральные примары муниципе Кишина Андрея Анастаси настоящим патриотом Великой Румынии. И вот в открытую призвал жители молдавской столицы, а также всех молдаван, обладающих гражданством соседней страны, именно Румынии, голосовать за него. Более того, там было позволено много. Мы покажем этот кусочек, он субтитрирован и на русский язык, в том числе для тех, кому трудно будет воспринять эту информацию на слух. Итак, пожалуйста, внимание на экран. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И это очень важно. Это очень важно, потому что картиреры мэргинаши не уехали на vote. Сут картиреры, где презентация на vote была очень маленькая на первой туре. В втором туре се дает мая боталия, после того, что Андрей Настасе, в спаде, который требуется, что все это происходит, про-европей, про-румэнес, что еще в Молдова и в Кишинаве, требуется, и он может... Он может... Он может... Но но темнее всего, но важнее это за что, что из которых есть отannы, что остается в плане, когда Андрей Настасе, в плате, в клубе, в эксплуатта на Реалитете ТВ, в-у現але с этой посвятимой, чем сниось, которые будут угадать как поднимать боталия, о ботолея крупная, между Москова и Букрусси, между Москова и Бруксел, между Москова и Парис, или Вашингтон. Это просто. Если вы получите бани, Кишинэу падает полностью в карте Европей. Если вы получите Андрей Настасе, это просто. Умплэ, coincидентэ. Дако аста ажута, путеѣи интра в феекаре сеаре, в директ, в феекаре сеаре, телефоник, дако аста ажута, оста факем апелы в феекаре зи. Оста-и рог пе ромынии ноѣі, које је са ёси, којеји де мунча, веѣи, партиѣи, пеѣиѣи, којеѣи, 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 кјеѣи, којеѣијуѓе, којеѣи, којеѣи шоје? Йе… фрајѣи, пјатьји, пјатьји, декаје, лас чіјѣиле, јаса дајје, којеѣије avѣео, љекаре заёѣије… чјеје, نцејеbеѣјеје… мајје, ведете 10 минуты 15 минут в большей разоградности это будет выделить это сделать это смотреть это действует и запускать tresp вначале заставить amount И то, что влияет этот пост в телевизионе, точно на те люди, плюс я хочу сказать, по-настоящему в Романии, очень много гражданин молдовен, которые живут в Романии, чтобы делать этот вопрос, если могут, чтобы выиграть, чтобы выиграть, если не, просто, чтобы выиграть телефон, чтобы делать точно что они сделали на 16 ноембре. Если вы делаете этот вопрос, вы можете быть безусловно Примаром Кишинэуле. Это нужно сделать. Эрнест, вот о чем говорил этот человек? Вот о какой борьбе в войне насмерть, не на жизнь, а насмерть, между Кишиневом, Москвой, Брюсселем, Вашингтоном? Мы чем будем бороться? Вот конкурс тротуаров, мы в нем уже проиграли. Вот о чем он говорил? И как это, если не прямое вмешательство, призыв вмешаться в абсолютно внутреннее дело нашей страны? По-английски это называется I'm speechless. То есть я совершенно потерял дар речи, и увидев эту тираду, ну, помните, как в фильме Покровские ворота? Заметьте, не я это предложил. То есть они первые начали говорить о геополитике. Вот еще немного, он бы сказал, галактика в опасности. То есть причем тут Париж с Вашингтоном, мне совершенно непонятно. Ладно еще большой медведь, все уже по ним соскучились, русских танков давно не было на Кишиневских улицах. То есть это медвежья услуга, да, пардон за этот каламбур, это медвежья услуга сейчас оказана Андрея Анастасии. Конечно, ему сейчас приятно, что его поддерживают в Румынии, прорумынские, проевропейские силы, Молдове, но это может ему аукнуться в том смысле, что еще больше расслоит электорат. Ведь давайте говорить откровенно, сейчас в втором туре найдутся люди, которые проголосуют против Иона Чибана, просто потому, что он им не нравится, или потому, что они не разделяют левых идей. Но на протесты они будут голосовать за Анастасию. Но кто сказал, что весь электорат Андрея Анастасии, это обязательно прорумынские силы. Не будем так делить тоже на черное и белое. И вот эти слова, эта риторика, вот это нарочитое вовлечение геополитикой, которая здесь совершенно неуместна, она может сыграть с ним злую шутку. Зачем это нужно? У меня только один вывод, что все это делается специально-парламентские выборы. Что для Андрея Анастасии лично, либо для его команды, либо для тех, кто ему помогает, мягко выражаясь, главное не Кишинев. Кишинев это трамплин. На парламентские выборы через год, через полгода. То есть, если кандидат X не может предложить городу, в котором он баллотируется, конкретно программы, значит ему это не нужно. Значит ему нечего сказать, значит у него другие цели. А цель у нас очевидна через полгода выборы в парламент Республики Молдова. Это может сработать, именно с точки зрения риторики парламентского уровня, но это не сработает в городе. Я имею в виду, что это загубит город еще больше. Как бы человек не относился к Анастасии, он может за него голосовать, опять же, не желая голосовать за Чабана, но он будет ждать от него решений. Какой там Париж с Вашингтоном, ребята? Нам город надо спасать. Нам надо останавливать вырубку парков. Видите, Киртуака уже полгода не примар, а его схемы работают. Новостройки незаконные появляются дальше. Нам город надо спасать. Какая геополитика? Какой большой медведь? Как в том армянском мультике? Какой орел? Какая блоха? Кто вообще такие, чтобы это все сейчас нести? То есть, если сейчас кишиневцы клюнут на это, так как клевали при этом до этого три раза на Киртуака, вы знаете, ну тут хочется после этого сказать, делайте что хотите, и Ваш Кишинев, и Ваши геополитики, живите дальше в этой клоаке, в которой превратился город, благодаря либералам. Не хотелось бы, чтобы вот этот сход, который Вы сейчас гипотетически обозначили, вот он может напомнить нам анекдот довольно бородатый, но что такое похороны по пятому разряду? Это когда покойник сам себе несет цветы. Вот мы сейчас таким образом, таким выбором можем похоронить не только надежду Кишинева выбраться из постоянного мусорного, тротуарного, дорожного коллапса, мы таким образом можем похоронить надежды на процветающую Молдову. Я специально говорю такие вещи, чтобы людей пробудить, что хватит уже болтаться в этом болоте геополитики, но сколько можно уже. Проснитесь, посмотрите вокруг, и поймите, что геополитикой ты город не отстроишь. Парки не спасешь, незаконной стройкой не остановишь. И вот такой последний нюанс, который хотелось бы отметить. Смотрите, ЛДПМ Филата, либеральная партия ГИМПО, европейцы Эльянко, однопартийцы Шалару, однопартийцы Майсанду, уже все заявили о поддержке примарских амбиций Андрея Анастасии. А ведь все это как раз вот список по делу Кролла, по делу украденного миллиарда. То есть получается, что эти люди готовы видеть в нем свою защиту, перспективу, перспективную, и готовы люди, обворовавшие нас с вами, кишиневцев, и не только, я говорю о каждом жителе республики Молдова. Сейчас они объединяются вокруг этой креатуры и вызывают вопросы. Ведь не так давно он сам когда-то стоял на митингах и призывал призвать этих людей к ответственности за украденные бюджетные деньги. Платформа, да, собственно, и появилась, благодаря импульсу, полученному в виде кражи миллиарда, как общественного... И, кстати, говорил, что это не будет партия, а будет только общественно-гражданским движением. Да, тем не менее, уже три года, как платформа появилась, именно на волне общественного возмущения против кражи миллиарда, и сейчас получать поддержку от таких людей, ну, в западном политическом языке это называется токсичная поддержка. Если Андрею и Анастасию нужна токсичная поддержка от тех людей, которые причастны к краже миллиарда, тогда мне очень жаль. Эрнест, спасибо вам за этот разговор, всегда интересно с вами вести беседу, поучительно, даже не знаю, как зрителям, но и мне лично. Я всегда рад общению с вами и буду приглашать как можно чаще в нашу студию для вот таких содержательных диалогов. Спасибо вам. Спасибо за внимание. Вы смотрели программу «Персональный акцент», у нас в гостях был политолог Эрнест Варданян. Оставайтесь с нами, следите за нашими эфирами, будет интересно, мы работаем для вас. «Персональный акцент»